Уважаемые товарищи, приступим к нашей работе. Уважаемые сыны Государственной комиссии, уважаемые дамы и господа, вчера было принято решение о запуске 7 ноября 2013 года в блокировке космического прогресса из Тома-Агентса. С металлородным экипажом в день 8.39 республики СНС Прилагается рассмотреть и утвердить основной и дублирующий экипаж. Прошу начальник на муче Сельскохозяйственного консерта по готовке космического астана имени Юрия Сеякова и Гагарина Сергеевна Константин начальника и Крикарева доложить предложение по составу экипажа. Спасибо. Уважаемые члены Государственной комиссии, для выполнения космического полета по программе 38-39 длительных экспедиций Международной космической станции готовились экипажи в следующих составах. Основной экипаж Михаил Тюрин, командир корабля «Союз», бортинженер станции Ричард Мастракя, бортинженер корабля «Союз» и бортинженер станции И Куичи Ваката, бортинженер 2 корабля «Союз», бортинженер 38-й, командир 39-й экспедиции Дублирующий экипаж Максим Сураев, командир корабля «Союз», бортинженер станции Рид Вайзман, бортинженер корабля «Союз» и бортинженер станции. И Александр Герст, бортинженер 2 корабля «Союз», бортинженер станции. Программа подготовки экипажей выполнена полностью. Все члены экипажей сдали установленные за счёты и экзамены, выполнили комплексные экзаменационные тренировки. По заключению Главной медицинской комиссии, члены экипажей признаны годными по состоянию здоровья к выполнению космического полёта. Межведомственная комиссия по определению готовности экипажей к полёту в Центре подготовки космонавтов рассмотрела результаты выполнения программы подготовки и дала заключение. Экипажи 38-39 длительных экспедиций к выполнению космического полёта на корабле «Союз» и российском сегменте МКС подготовлены. Программа предстартовой подготовки выполнена полностью. На основании вышеизложенного предлагается Государственной комиссии утвердить основной экипаж для старта на корабле «Союз ТМА-11М» командир корабля Тюрин Михаил Владиславович, бортинженер корабля Ричард Мастракио и бортинженер 2 корабля Коичи Ваката. Дублирующий экипаж командир корабля Сураев Максим Викторович, бортинженер корабля Рид Вайзман и бортинженер 2 корабля Александр Гёрст. Доклад закончил. Хорошо. Я попрошу Олега Петрович Скорбогаду довести решение Государственной комиссии. Решение Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотерных космических комплексов. Заслушал доклад начальника Центра подготовки космонавтов Крикалёвова о готовности экипажей, предложения о составах основного дублирующего экипажа корабля «Союз ТМА-11М» и доклад генерального конструктора РКК «Энергия» Лопоты о готовности ракетно-космического комплекса к дальнейшим работам. Государственная комиссия решила, первое, утвердить о составе экипажа пилотируемого космического комплекса «Союз ТМА-11». Основной экипаж – командир корабля Тюрин Михаил Владиславович, бортинженер-1 Мастракио Ричард, бортинженер-2 Ваката Каичи. Дублирующий экипаж – командир корабля Сураев Максим Викторович, бортинженер Вайзман Ритт, бортинженер-2 Герст Александров. Второе – продолжить подготовку ракетно-космического комплекса к запуску, заправке и спуску в установленное время. Доклад закончен. Хорошо, благодарю. Ну что я могу сказать. Уважаемые дорогие, Михаил, Ричард, Каичи, я от всей души вас поздравляю с утверждением в составе основного экипажа. Желаю вам удачи, успехов мы с вами ждем, ждем с высоким результатом, который однозначно будет. Поэтому еще раз успехом и удачи. Спасибо. Я прошу сейчас Акумура Наоки. Ваши слова. Ваши слова. Я очень рада тому, что завтра, 7 ноября, как и было запланировано, состоится пуск космического корабля. Это стало возможным исключительно благодаря серьезной и тщательной работе, проведенной в полном объеме всеми специалистами, причастными к подготовке этого запуска. Ваши слова. 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 показать и показать всем, как наши страны объединяются и как вот это замечательное событие улучшает нашу жизнь. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и хорошего полета. Спасибо. Благодарю. Рогожников Вячеслав Александрович. Спасибо. Уважаемые Михаил, Коичи, Ричард, от всего медицинского сообщества поздравляю вас с успешным завершением подготовки. Выражаю надежду, что у вас будет как можно меньше разных нештатных ситуаций, что программу вы выполните. Об этом уже было сказано, что вы высоко подготовленный экипаж, и мы в этом неоднократно убеждались. Михаил, ну как бы удачи, профилактика, значит, все беседы с вами проведены, значит, и я думаю, что мы будем сопереживать все этапы вашего полета и благополучного возвращения на землю. Максим, вашему экипажу, как бы я понимаю вашу миссию, психологически понимаю, что, ну ее надо завершить и приступить к подготовке вашего, к исполнению вашей программы. Ну, надеюсь, что вы свой эпистолярный стиль еще более отточите, и мы будем, безусловно, значит, довольны вашей подготовкой. Спасибо. Уважаемый Олег Николаевич, уважаемые члены Госкомиссии, космонавты. Прежде всего, приветствую вас на легендарной земле Курхета, Байконуре, ставшей всемирно известным 56 лет назад. За эти годы космодром Байконур сослужил репутацию одного из самых продуктивных космодромов мира и стал брендом мировой космонавтики. Именно с него реализуются проекты и программы Международной космической станции. Сегодня космодром – беспрецедентный пример доброй воли государств в деле освоения околоземного пространства в мирных целях. А совместное сотрудничество только еще более укрепляет дружеское отношение между нашими странами. Задачи, которые предстоит решать Международному космическому экипажу, имеют очень важное значение и связаны с исследованием физических условий в космическом пространстве на орбите Земли, медико-биологическим исследованием, а также техническим исследованием и экспериментами. Предстоящий полет космонавтов еще важен и тем, что экипажу корабля предоставлена почетная миссия доставить на МКС Олимпийскую факель, символ предстоящей Зимной Олимпиады в Сочи. Желаю удачного полета экипажу транспортно-пилотированного корабля и выполнения своего плана мероприятий на полоземной орбите. Саттлит-клейм. Спасибо. Благодарю. Петренко Анатолий Павлович. Уважаемые друзья, от имени Байконурца от себя лично поздравляю Михаила Тюрина, Ричарда Мастракина и Каечи Ваката с утверждением в качестве экипажа экспедиции на МКС. Докладываю, что предприятия и службы города Байконур задействованы в подготовке и проведении запуска пилотирования космических корабля готовы к выполнению поставленных задач. По доброй традиции, знак признательности за заслуги в освоении космического пространства Ричарду Мастракину и Каечи Ваката, впервые стартующие с Байконура, вручаются золотые памятные знаки Байконур. Желаю экипажу успешного старта, легкой дороги на МКС и плодотворной работы на орбите. Добрый путь. Спасибо. Спасибо. Михаил, твое слово. Коротко по военному. Экипаж к работе готов. Мы, в свою очередь, всем благодарны за доверие, за всевозможную оказыванную поддержку и за доброе напутствие. Ричард. Спасибо. Я очень рад, что у меня возможность летать на Союзе, и я хочу сказать спасибо комиссии за все. Каечи. Мы готовы к старту. Я только от всего сердца поблагодарю Роскосмос и другие космические организации и международных партнеров и всех тех, кто владел столько сил и души на этапе тренировок. Большое спасибо. Спасибо. Максим. Я присоединяюсь, и, конечно же, хотелось бы сказать слова огромной благодарности и всем людям, которые сделали нашу подготовку возможной. И, конечно же, пожелать основному экипажу удачи, чтобы было все штатно и своевременно прилетели, своевременно вернулись и выполнили все задачи, которые на вас возбуждены. Рид. Просто хотел сказать всем спасибо. Все штатно, все отлично. И желаю вам хорошего полета. Александр. Тоже от меня. Огромное спасибо всем, которые нам помогали выполнить этот первый шаг. Я тоже, конечно, основному экипажу желаю огромного, хорошего, успешного полета. Не только по олимпийске, теме, но тоже по технике и по навке, конечно, но важнее всего мягкий пазак и спасибо за трубу. Спасибо большое. Есть желающие что-либо сказать в напутствии? Я хочу констатировать факт, что очередной этап подготовки к полету завершен успешно. Еще раз желаю экипажу удачной работы, успехов во всех делах с возвращением на землю. И дальше продолжаем работать. Спасибо большое. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok